Добрый вечер всем. Лана тоже меня представила как поэта. Я начну со стихов чужих, но в тему «Сила слова». Хочется затронуть тему, как использование таких сильных слов, как табуированная лексика. Их зачастую используют неправильно. Я хочу прочитать стихи поэта, которые, на мой взгляд, используют их идеально и к месту. Полина Репринцева. Наконец-то зарыли в лесу телефоны, и глядим на солнцем залитый лук. Над нами лишь птицы, зеленые кроны, костерок дымится, никого вокруг. В городах нелепо и непростительно сохранять мышление самостоятельность. Мы лежим под деревьями, это так волнительно, что шепчу тебе на ухо, ну нихуя себе. Мы с тобой, люди, вполне свободные. Слышишь, там сверчок скрипит, припирается. Вот над нами звезда зажглась путеводная, но давай мы все-таки потеряемся. Я люблю, я люблю тебя, черт возьми, или просто люблю этот майский день за отсутствие паники и возни, за возможность побыть хоть чуть-чуть детьми, игнорируя прочую хуй тень. Ну и раз о словах, то тоже чужое, мое любимое, если не всех еще и достал, то Борис Слуцкий и Бухарест. Капитан уехал за женой в тихий городок освобожденный, маленький, запущенный, маленький, запущенный, ржаной, деревянный, а теперь сожженный. На прощание до поздна сидели, карточки глядели, пели, рассказывали сны. Раньше месяца на три недели капитан вернулся без жены. Пироги, что повара пекли, выбросить велит он поскорее и меняет мятые рубли на хрустящие, как сахар, леи. Белый снег валит над Бухарестом, проститутки мерзнут по подъездам. Чернобровых девушек расспрашивая, ищет он, шатаясь день-деньской, русую или хотя бы крашеную, но глаза, чтоб серые, с тоской. Русая или, скорее, крашеная, понимает, служба будет страшная, денег много и дают вперед, вздрагивая, девушка берет. На спине гостиничной кровати голый, словно банщик купидон, «Раздевайтесь, глаз не закрывайте», говорит панул капитан. «Так ложитесь, руки так сложите, голову на руки положите. Русский понимаешь? Мало очень. Очень мало, вот как говорят. Серые испуганные очи из-под черной челки не глядят. Мы сейчас обсудим все подробно. Если не поймете, не беда. Ваше дело не забыть два слова. Слово «нет» и слово «никогда». Что б я не спросил у вас, в ответ говорите «никогда» и «нет». Белый снег всю ночь валом валит, только на рассвете затихает. Слышно, как газеты выкликает под окном горластый инвалид. Слишком любопытный половой, приникая к щели головой, снова, снова, снова слышит ворох всяких звуков, шарканье и шорох, возгласы, названия газет и слова не разберет которых. Слово «никогда» и слова «нет». Вот. Ну и натябрь с чужих хороших стихов я закончу своими. Свои я читаю по бумажке, потому что можно. Великая суббота. Блаженны те, кто духом нищие, иным беда. Сегодня правды, Фридрих, нищие, как никогда. Бог мертв. Отрекся трижды Симон, который Петр, и стало так невыносимо, что он допер. Нельзя всецело полагаться ни на кого. На друга, на семью, на нацию, на самого себя подавно. Так что, дети, не надо клятв. Клянется кто-то вам, приметьте вот этот взгляд. Сейчас он верит очень искренне в свои слова, но и трех раз петух не выкрикнет, как голова его погрузится в сомнение, а сердце в страх. Все то, в чем был он так уверен, теперь лишь прах. Мы, как супруги, ненадежны и как друзья. А детям верить разве можно? Увы, нельзя. Ну, кто же? Кто достоин веры? Большой вопрос. Ну, был один, по крайней мере, но то Христос. Как много шума сейчас. Курс судна, курс лекций, курс акций. Написано, не прислоняться, но мир навалился на нас. Небес потолок голубой, деревья в зеленые стены, измены, ночные смены. А что же мне делать с тобой? Нести на груди, как крестик, нести на плечах, как крест. Из ближних и дальних мест приходят тревожные вести. Там падают самолеты, рейтинги, котировки. Тут политики ловки, но честности не наюту. И нет избавления в борьбе. Итог предсказуем. Да ведь? Я должен тебя оставить. Пожалуй, оставлю себе. Открытое письмо в номер. Предположим, что есть эта рубрика в нашей провинциальной прессе. Выйдешь замуж за старого умника или за молодого по весу. Раздели со мной чувство вины. За основу мы примем тот факт, что были друг другу нужны, что нам порознь было никак. Все, что было, давай утопим. Я в реке, а ты в океане. Это участь любых утопий. Мы же знали это заранее. Нам обоим есть куда деться. Наша боль, наконец, стихает. Кончен бал, отслужена месса. Старый декон снимает стихаль. Пусть в том дне, на песчаном дне, прежний я тебя бывшую любит. Наконец стало ясно мне. Мы с тобою свободные люди. Мы теперь распрощаемся тихо, но взаимно врежемся в память. Это, в общем, достойный выход. Ничего к нему не прибавить. Небольшая потеря, поверьте. И страшнее видали мы вроде. Удивятся потом наши дети, как они друг на друга походят. Спасибо. И это был Александр Маринеско. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.